Итак, более полумиллиарда рублей в этом году Ульяновская область направит на благоустройство дворов, парков, скверов и аллей. Эта сумма остается неизменной уже третий год подряд. С 2017 по 2019 на благоустройство Новоульяновска потрачено 34 миллиона рублей. Комплексные ремонтные работы прошли в 30 дворах. В году 2020 здесь на сумму в 10 миллионов приведут в порядок 12 дворов. Еще 65 необходимо обновить в ближайшие перспективы. Сейчас вот хотят у нас как бы асфальтировать и придомовую территорию благоустроить. В нашем дворе будет спортивная площадка, рядом у нас будет парковая зона. Как вам нам это рассказали, мы все согласились, что пусть будет так. И в следующем горе детская площадка. Что примечательно для Новоульяновска? Боров, которые замыкаются одним кварталом. То есть это одна из таких характерных черт этого города, который пошел по пути не просто выборочных ремонтов, а квартального ремонта. И это хорошо сегодня в Новоульяновске удается. Причем это хорошо удается благодаря тому, что работы по благоустройству синхронизированы с работами по восстановлению дорожного-дорожного покрытия. То есть работы по дорогам, работы по дворам приводят, дают, дают кратный эффект. Люди получают территорию, благоустроенную со всех сторон. Кроме того, Новоульяновск принимает участие во всероссийском конкурсе для малых городов и исторических поселений. В случае победы город может получить 50 миллионов рублей на создание нового общественного пространства парка Прибрежный. При его разработке учитывалась уникальность, история и территория. Ранее на месте города располагалось село Кременки. Славилось оно своими яблоневыми садами. Образ этого цветущего сада и предлагается воссоздать. Однако при этом, сделав территорию комфортной и современной, результаты конкурса будут известны уже 1 марта.